В районном поселке Старая Майна началось строительство новой школы. Учебное заведение планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Общая сумма финансирования объекта составляет более 495 миллионов рублей. Ход строительных работ проконтролировал губернатор Алексей Русских. Три этажа, 375 мест из школы. Вот в этой части, то что стоим здесь, будет стадион. Да, 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 с этой стороны. Стадион какой будет? Это поле будет, да? Да, поле. Исследственно, там? Ну да. Что тут? Да, вот. До 10 декабря этого года запланировано возведение корпуса, устройства кровли, установка окон и наружных дверей. Как сообщила глава администрации Старомаймского района Лариса Чуваева, в этом году в поселке откроется новый МФЦ, а в следующем начнется реконструкция системы водоснабжения в райцентре. Для реализации трех крупных инфраструктурных проектов администрации удалось добиться федеральной поддержки по проекту «Комплексное развитие сельских территорий». Кроме того, в этом году планируется отремонтировать более 20 участков дорог в 9 населенных пунктах. Уже часть дорог у нас выполнена, работы, но еще пока не принято, потому что мы выполнили благоустройство. Кроме того, хочу сказать, что в этом году мы осуществляем замену въезда в Старую Майну, то есть мы меняем полностью нашу стеллу и световые опоры. Мы обсудили вопрос запоздания самоснабжения на берегу дорог, то есть там на месте получается очень сильно, и поэтому они нам дополнительно ставят четыре световые опоры. Вместе с активом родителей села Прибрежное Старомайнского района глава региона оценила результат ремонта детского сада. Решить проблему с заменой кровли, окон, освещения помог проект поддержки местных инициатив, на что было выделено софинансирование из бюджета. В этом году также поддержаны еще три инициативы жителей района. Это ремонт школ в селах Русский Юрткуль и Большая Кандала, а также Дома культуры в Татарском Урайкино. Во время рабочего визита в район глава региона заодно обсудил с коллективом СПК «Волга» темпы уборки урожая. В Старомайнском районе зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать с площади более 35 тысяч гектар, пока хлеборобы держат хороший темп. На сегодня, по данным Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона, всего по области убрано порядка 300 тысяч тонн урожая. Ирина Антонова, Уллправда ТВ